А сейчас есть звук? Есть звук или нет? Испоганила, девочки, все ногти. С этими яйцами. Ну, сделала очень красивые яички. Прям красавицы. Сейчас я вам покажу, какая цветовая гамма интересная. Видите? Сейчас еще одна осталась, я ее светлым сделаю, совсем светлым. Так, привет, Марина. О, Наташечка, привет! Марин, ты достала? Ну вот то, что вы мне посоветовали, то и делаю. Крашу хайлайтером. И очень даже красиво получается. Вот эту я буду светлым хайлайтером сейчас делать. И мне очень нравится, прям очень. Да, очень красиво, прям. Ну, надо втирать, прям долго надо втирать. Нет, светлым не очень красиво получается, мне кажется. И вот сюда, если бы было вот какая-нибудь золотая, вот эти вот провести золотые, золотые, знаешь, бывает вот для тени, для... Такие жидкие тени бывают, как лайнеры золотые. Вот было бы здорово, конечно, красиво бы было, но нет у меня такого. У меня с дрозового, с серебром. Сейчас попробую его. Мариночка, приветик. Ну, светлая, светлую не очень хорошо видно. Вот светлая она какая-то не такая. Светлая не то. Возьмём... Возьмём, возьмём, возьмём вот эту вот. Подожди. Угу. Коричневый у нас уже есть. А вот это вот какой? Ну, вот такой цвет неплохой. Сделаю рыженькую. Ну, сложно его наложить рыженькую тоже. Потому что там нету этого. Разве хайлайтер не опасно? А чем опасно-то хайлайтер? Хайлайтер, который мы наносим на эту тень. Я тенями делаю. Не хайлайтером, а тенями. Чего опасного? Здравствуйте, Марина Трестанна. Привет, Людочка, привет. Людоманку, привет. Вот делаю. Вот себе очень даже неплохо смотрится. Ну, рыжень. Не знаю, вот пойдёт, не пройдёт. Вот сегодня я два раза запрашивала. А, тенями, да, я тенями делаю, да. А в Китае отмечают пасху? В Китае не отмечают, но я отмечаю. Завтра пойду русских ребят угощать дни с яйцами буду. Как у вас обстановка? Ну, как видите, вот сидим, ждём лучших времён, как и вы. Ой, такая красота рыженькая. Сейчас немножко отскребываю этим. Вот так вот. Я много нанесу. Как Бетти. Ой, Бетти тоже, вчера они тоже покрасили яйца, кучу яиц, раз в разные цвета. Вокруг этих яиц сходит, как, не знаю, как будто это волшебные яйца какие-то. Мне кажется, нас ждёт какого-то волшебства прям какого-то. И не знает, что с этими яйцами делать. И открывает, и закрывает. И просто ума не приложит, что происходит. Для чего они нужны? Что должна теперь произойти дальше? Сейчас даст оплатить людям компенсации. Ну, тем, у которых были билеты, у которых отменили билеты, отменены были чьи билеты, им, конечно, чтобы выплачивают. И которые остались вот на улице. Продолжение следует... Малыш, самая красивая девочка. Для меня она самая красивая. Может, это и не так, конечно, но... Я её так обожаю, что для меня она лучше всех и красивее всех, конечно. Как для любой мамы и бабушки, наверное. Это норма. И я её так обожаю. Ну... Продолжение следует... Ну, вот такая она получилась, оранжевенькая. Сейчас я вам покажу свои яички. Свои яички! Вот они, такие красивые. Вот это очень красивый цвет, мне кажется. Бесподобный. И вот это тоже. Серый тоже неплохой. Вот это я, если нету красок. Лайфхак! Спасибо вам за этот лайфхак! Замечательный лайфхак, на самом деле, если честно. Я очень довольна. Спасибо вам огромное. Теперь я пойду, нарву зелёных всяких веточек и туда сложу яички. Красиво! Завтра проснулся. Сразу позвоню Тате, детечке. И буду с ними бить яйца. Сама себя буду завтра развлекать. Фу-фу-фу-фу. Да. Это, конечно, всё надо выбросить. Сейчас я к вам вернусь. Так. С вами настоящие золотые яйца, да. У меня не будет ярких, красивых, красных яиц. Зато у меня золотые, да. Что, сколько надо там жить, чтобы гражданство получить? Здесь всю жизнь можно жить и гражданство не получить, понимаете? Здесь это такое государство, которое не даёт гражданство никому. Даже редко получают те, у которых муж и двое детей. Они тоже. Есть такие, которые не получили. Вот моя гуля, у неё один ребёнок, она не получила гражданство. А Инга, у меня из Хабаровска одна девочка, у неё двое детей. Она получила. Она получила айди. Вот. Ну, это вообще никто даже не ожидал, что ей дадут. Ей просто, я не знаю, чудом просто она это сделала. Она больше молодец. Вот, получила себе вот такое вот гражданство Китая. Ну, пока она не родила и не прожила 8 лет с мужем, ей тоже не давали. Редкость. Прям большая редкость. Все удивлялись, все её поздравляли. Все были в шоке, когда она получила гражданство. Лицо поверить в это не мог. И все говорили, принеси айди, покажи нам. Это такая маленькая танца, китайская айди называется. А вот. Вместо паспорта. Это внутренний паспорт китайский. Вот такие дела. Это насчет этого, конечно, страна Китая, что касается Китая. Если хотите сделать себе гражданство и какие-то блага, то лучше в Китай не ехать. Лучше ехать в таком случае в Америку, в Европу, где, конечно, более толерантно к этому относятся. Продолжение следует... Так, так, так. Так, 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 так. Она всегда будет жить в Китае, у неё муж китайец. Да, у неё муж китайец, да, 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 у неё муж китайец, у Инги муж китайец, да. Они в Пекине живут, он пекинец. Вот я не знаю, у меня ещё есть одна девочка, она армянка с Тюмени. Тоже вышла замуж, в общем, за китайца и тоже двое детей, но я не знаю, получила она гражданство или нет. Вот, Люсине её жила, вот она армянка-то, девочка. Вот, тоже, ну, очень хорошую семью вышла замуж, муж у неё очень хороший, прям красавец. Китаец, ну, красавец, прям вкус у неё очень хороший, и родители замечательные люди. Вот. Ой, как мне нравится! Ой, сейчас пошла, пойду я сейчас буду рвать зелёные эти, такие вот, веточки, чтобы их разложить красиво. Коль уж так. Коль уж так. Куда же я делаю там? Писочка, на 51 вы не выглядите, на 62 точно. Ну, кому как. Знаете. Я мне даже не 51, если честно. Так плохо, что ли, выгляжу? Ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, врагам тогда кажется или хочется сказать плохо каким-нибудь там ядовитым людям. При чём тут? А ты вообще ядовитая змея и сука конченная, что так пишешь. Вот. Но тебе же никто об этом не говорит. Пока не напросишься. Where is my tics? Where is my tics? Так, так, так. Сюда. И пошла я. Одинный маск. Одинный маск. А вам в каждую позу журнал. Пишу, Марина, а вам? Они вам уберите. Ой, начинается уже какая-то вообще непонятная. Иногда вот, когда они между собой начинают ругаться, я у своих блокирую. Разобраться не могу. Ну чё ж вас в мир-то не берёт народ? Чё вы ругаетесь-то постоянно тут? Подождите, я одену сейчас маску. И пошла. Вам комфортно в этой квартире? Мне безумно комфортно в этой квартире. Прям очень хорошо. В Китае закрыты везде, везде. Между городами. Даже между городами, да, вы правы. Боже, что происходит. Даже святой праздник, преддверие святого праздника вас вот прёт. Как оказать к ней, если я потеряла. А, девочку эту знаю. Ага. Знаю эту девочку, да. Ну, через неделю собрал вещи и уехал, когда я была на работе. Прихожу за мной, но смотрю, нет вещей. И за ней, он говорит, нет. Больная жена не нужна. Почему крыса кругом? Где крыса кругом? Вы о чём, народ? Здесь такая чистота. Ну, очень рада вас видеться. Что случилось? Я не знаю, что ругаются девки тут. Марина, это не о вас. Это не вам писали. А, ну ладно, ладно. Ну, и друг другу зачем такое писать? Не про вас. Это я каждый раз. Кто-то кому-то что-то пишет, а я их блокирую. Мне кажется, ну, я думаю, что это мне. И, в общем, один раз мне начали писать, ну, начали друг другу писать гадости. Там, 300, ты такая-сякая. Оказывается, там есть какая-то 300. А я думаю, что создали Янкин, значит, этот, как его, фейк. И они мне пишут гадости. Ах, думаю, сейчас я, сука, тебя заблокирую. Это, оказывается, Яна спорит с другим человеком. И я говорю, я Яне позвоню и сообщу, что вы создали ее фейк. И взяла, и настоящую Яну заблокировала. Красиво, Марина. Это между собой, девочки, не вам. Ну, я поняла, я поняла, сколько вы учили язык китайский. Ой, китайский язык всю жизнь можно учить, учить и учить. Знаете, это такой язык, который... Да-да-да-да-да-там. Жест, конечно, что хорошо, что рано, а не очень поздно. Да, кстати, правильно, да. Туда ему и дорога, значит, если он так поступил. И вам, наверное, надо пересмотреть свое поведение. Я так думаю все-таки. Вот наверняка не просто так все. Когда все это происходит, не просто так происходит. Надо думать. Вот такие я сейчас веточки нарву. Такие красивые же. Блестят, блестят, блестят. Да, может, по-мою. Ну, они так кусаются, блин. Ой-ой-ой. Нет, так нельзя. Так. Не ругайтесь, девочки, пожалуйста. Вот сейчас, завтра праздник. Представляете, какой хороший праздник у нас завтра. Как можно сейчас ругаться? Нельзя. Ну, конечно, когда друг друга оскорбляете, но один, я тоже вот выхожу, когда меня оскорбляют, я не могу прям терпеть. Я тоже начинаю ругаться. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот, смотрю, сейчас красивых веточек здесь. Проходцу отнесу домой и разложу твои яйца. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что, плохая связь, да? Связь пропала, я смотрю. Пропала, я вижу. Ух ты, у нас темно, у вас темно уже. Конечно, у нас уже темно. У меня уже 11 час ночи. А, да, тогда же правда смешно получилось. Про Яну и 300 не скажи. Я свою... Я ее еще спрашиваю. Оказывается, враг 300. Яна, оказывается, меня защищает. А я заблокировала Яну. Значит, ты спрашиваешь всех. Я говорю, а 300-то своя или чужая? Я говорю, блокировать или нет? Это было реально смешно. А Андрей мне пишет. Ну, вижу, вот ты, Марина Простановна. Так, так, так. Сейчас домой пойду, помою эти листики красивые. Красоту эту. Красоту эту. Красота. 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 Так, так, Марина, привет, солнышко, привет, привет. В Китае очень грязно и нету не... В Китае очень грязно. Вы что, шутите, что ли, Ирина, реально? У нас такая красота, такая чистота. Это вы в каком месте были солнышко? Вот я во всех ведущих городах, я и в Шанхае, и в Гуанчжоу, и в Пекине десять лет жила, больше десяти даже. А вот, ну вот, в 2004-м приехала, и в 2016-м только уехала с Пекина. И в Гуанчжоу, и в Шенчжине, и кроме вот такой чистоты я ничего не видела здесь. Просто вот, посмотрите, какая чистота, но, к сожалению, сейчас ночь. Чистота неимоверная просто, что в подъездах, что до... Ну, вообще, здесь... Сказать, что здесь грязно, это неправда, это очень даже неправда. В Европе отдельные кассы... Ну, это уже расизмом попахивает. Это вообще кошмар. Вообще, они прекрасные, замечательные люди. Что значит в Европе отдельные кассы? Дай Бог, чтоб ты сюда попала и к тебе так относились. Ну, это какая мерзость. Что вы пишете, Ира? Чебурашка, правда Чебурашка, фу. Это ж как можно так вот людей унижать. В двадцать первом веке они покруче вас будут. И IQ меньше у них. И вообще живут они прекрасно. И страна у них впереди мира всего. Вот. И такое писать про этих людей вообще даже неуместно, я считаю. что это для китайцев. Эта перина перасовываем трогай, она очень хорошая. И никогда слова кусок не говорит. Ники понимаю, но мне так обидно. Целую не могу. Он давно это планировал и ушел тогда. Так, так, так. Я считаю, что при моем хорошем отношении к тебе ничего, личного ничего не хочу абсолютно обидеть. Нет, ни в коей мере. Но вам надо походить в психологу. Обязательно вам надо походить в психологу. И вам надо менять мышление. Вам надо. Вы живете прямо в негативе. И вы сами привлекаете все, что в вашей жизни происходит. В этого я истинно верю. Я тоже так же. Все мы такие. Надо с сознанием работать. Если мы не работаем с сознанием, это плохо. Потому что вы всегда жалуетесь. И вы как будто вот в состоянии жалобы. Постоянно плохо вам. Постоянно плохо. Как будто и в нем вы живете. Вот. Вы ничего хорошего не видите. А все, что мы видим, господи, то и происходит в нашей жизни. Правда. Вот. Я просто это с целью то, чтобы вы подумали о своей жизни. На самом деле это очень важно. Считаю, что это очень важно. И в коей мере к вам плохо не отношусь. Очень хорошо к вам отношусь. Ну, думаю, что вам надо немножечко что-то менять. Что-то надо менять. Мне тоже что-то надо менять. Потому что постоянно в одной и той же жопе оказываюсь. Одинаковые ситуации привыкаю всегда. Это значит, что я так действую. Это значит, что я что-то делаю не так. Это только от меня зависит. Только от меня. Так, так, так. Так, так, так. Слушай, как это... Как оно пахнет, боже мой. Пахнет просто нереально. Вот просто нереально. Так вкусно пахнет. Так. 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 А тебя накажут за то, что ты так плохо говоришь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так нельзя говорить, если ты хороший человек. То есть ты тоже не очень хорошая. Хорошая баба, раз такое пишешь. вот чем дело хорошая баба так не напишет выкладывать это я разыграла когда воскресенье обижайтесь хотел шоу мы пошли в ресторан где самое крутое утро в Шанхае попросили показать ой давай твой негатив просто в крутом ресторане я уверена что ты не была в Китае есть такие рестораны где комар носу не подстачит и там просто не знаешь как посмотреть и как вообще себя вести в крутой ресторан она пошла и там было плохо так не бывает в крутом ресторане плохо неправда это я здесь живу ты один раз пришла может быть а я здесь живу много лет и я знаю эту страну лучше вас всех ну вот так что мне не надо это говорить я знаю Китай очень хорошо и китайцев знаю очень хорошо со своими минусами со своими плюсами поэтому мне не надо писать какие они luckily Fitness мои все равно здрасте 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 конфла или меня так назвали не знаю я знаю чеченца и ибрагима он открыл свою карту тут в общем молодец мальчик очень большой молодец чебурашки это самое надоело если честно вообще не то что представление не имеешь об этом и говоришь один раз она пошла в ресторан один раз самую шикарную шанхае там ее такое не бывает значит такой ресторан пошла такие рестораны везде есть а а а а Продолжение следует... 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 так все, сейчас я вам покажу вот мои яички красота какая вот какое-то чувство праздника в доме это правда, что Валера сделал предложение своей пасти да, это правда а нам покажите красоту ну я же показала вам я потом сделаю так мне нравятся мои яички прям такой красивый такой цвет красивый получился а в следующем году я куплю просто очень яркие тени вот прям желтые красные и буду вот так вот делать, потому что они прям красиво очень смотрятся супер, да, красиво же ведь ну скажите уж, как красили тенями вот тени я взяла тени для 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 век Urban Decay вот этого я вот это их украла когда я уезжала я их с собой взяла я думала, что я скоро приеду думаю, на место положу она даже не заметит вот я тенями покрасила и очень красиво получилось прям очень красивые яички такой цвет прям аж блестят переливаются посмотрите если долго втирать то они не остаются на руке потом этого нету козел красивый лучше лучше, чем и панк красивый так красотища привет очень красивый прям как у меня Питер покажите умничка шутка Маринцестана ты поняла здрасте кто по национальности я наполовину грузинка наполовину еврейка Марина как же тебе хорошо с длинными усами не думая постригаться ухаживать за волосами не так просто кстати у меня очень сложные волосы они очень вьются переплетаются вот постоянно они у меня что-то самое невозможно вычисать вы лежали в больнице в Китае как там относится к иностранцам невозможно лежать бесплатно для иностранцев такого понятия как лежать бесплатно не существует лежала я на этот в Китае но это американская больница и очень дорогая прям безумно дорогая туда попадать не дай бог без страховки это просто все что у тебя есть отдашь за 10 дней не дай бог туда попасть очень красиво спасибо Ирочка я давно тебя не видела в твоих играх покажите еще пожалуйста ну на покажи красивее яички я считаю красиво покрасились они втерку делала втирка это называется втирка такие дорогие поджарители если б тато знала она бы меня убила она бы это не выдержала чем я их гласила в Китае есть православные храмы в Китае есть но в Пекине только у нас при посольстве раньше у меня был пропуск туда вот и ой в 2016 в 2016 я делала я покупала огромную индейку и на Пасху я делала им садсиви с индейкой боже мой они сошли с ума вот после службы после 11 по-моему в какое-то время ночью прекращается я уже не смогла остаться там но моя подружка Наташа осталась а вот и она мне звонит ночью Триксон Марина это просто каждый человек друг у друга спрашивал говорит что это такое кто его приготовил я им сделала садсиви далеко к сожалению к вам не смогу пойти но это в другом городе в столице здесь у нас нету говорят что в Шанхае есть начали начали опять закрывать все торговые центры и все заведения у нас опять опять у нас все плохо у нас опять все плохо а вот коронавирус привезли заезжие приезжие и те которые выехали из провинции Хубей они очень многие распространяют сейчас и поэтому сейчас идет страшная слежка за иностранцами и за китайцами которые из провинции Хубей Бог храни вас вас тоже моя Яночка моя любимая и тебя и твоих детишек и твоей семье и Анжелочка вас тоже и вас всех мои хорошие всех храни вас Бог всех чем красили тенями тенями втирку делала просто втирку делала просто втирала вот пальчиками так и сделаю так красиво покрасили яйца и красили так Марина вы с Африкой общаетесь с Таней да иногда бывает ваня Марина это правда что в Китае что в Китае и Италии толком мы умирали умирают люди это очень даже правда и умирают не от коронавируса а от того что у людей возникает пневмония и когда поступает очень много больных людей в одновременно одновременно и когда у тебя не хватает на тебя не хватает на тебя врачей не хватает вот ты сидишь ждешь например два-три дня скорую ждешь у тебя там все развивается приходят и говорят ой легкие у вас чистые там калейдоскопом послушали и говорят легкие у вас чистые на самом деле вот это вот эту заразу можно определить только через КТ надо делать КТ а вот КТ тоже делается не везде вот и если уже на КТ показываешь что у вас двусторонняя пневмония то оттуда уже никого не выпускают оттуда прямиком отвозят уже в больницу и начинают лечить но дело в том что когда вы уже запустили очень сильно вот я вообще людей не понимаю людей не понимаю правда это очень я вообще поражена вот откуда у людей такой бесстраший вот откуда и знаете очень сильно перегнули палку то есть такого что коронавирус не прилетит к тебе если ты там на улицу вышла гулять и там вообще никого нет он к тебе не прилетит вот и правоохранительные органы как людей мучают но если человек стоит и никого там нет он никого не заразит и его никто не заразит да ставьте вы его в покое понимаете и так тяжелое время они дергаются что-то людей ловят что-то пихают их в машину что-то начинают снимать вот три ролика один хуже другого я увидела ну что ж вы в такое время разве можно вот так вот просто вот так вот измываться над людьми всем тяжело очень тяжело и каждый человек должен друг к другу относиться с уважением анюта наша коза делает и умеет сацили меня не кормит замечание ей а анечка анюточка делает сацили круто конечно на самолизоляции конечно вторая волна обещанная да да вторая волна да Ирина Петровна говорят курда яд смотрите не все скептически смотрите на все скептически Китай по всему миру разнесли ну Китай кто это придумал тоже знаете и что было и как это все произошло и для чего это произошло то ли китайцы для других то ли кто-то для китайцев тут не разберешь это же такая политика офигеть нет ни конца ни края да поэтому надо быть очень осторожными на самом деле да чтобы его прекратить надо быть очень осторожными его надо а прекратить его можно только тем что самоизоляция действительно самоизоляция и по необходимости конечно выходить в поле, в какой-нибудь в поле и гулять. И там, когда... Ну, полиция должен действительно вмешиваться, если люди создают толпы. Подошли к друг другу, разговаривают друг с другом. Но это нельзя делать, действительно. Но если человек дышит свежим воздухом, ну, как можно человеку сидеть два-три месяца только за... Ну, в четырех стенах, это же не тюрьма. Даже в тюрьме и то, мне кажется, вывозят людей куда-то там, чтобы подышали. Но я даже это не понимаю, вообще не понимаю. Чем яички покрасили? Яички покрасила тенями. Стирала тени. Тени для глаз. Не зря огромные инфекционные центры строят. Это не просто так. Знаешь, что не просто так? Это люди чего-то не понимают. Я людей не понимаю, которые вот до такой степени безответственно к этому относятся. Это просто ненормально. Не верю в коронавирус и все. Ты в своем уме? Мир стоит на ушах. И... Это политика. С целью политику выпустили этот коронавирус? Или с какой целью? Нам какая разница? Это есть, и это сделано, и это запущено, этот механизм? Так, так, так. Вот Лара у нас, Ларочка у нас в больнице работает. Давай, добавься ко мне, Лара, я тебя приму и поговорим. Давай, поговори с народом. Лара вот работает. Их переквалифицировали, ну вот тоже, от коронавируса в больницу. Лара, давай, добавь меня, моя хорошая. Давай, поговорим. Люди просто не осведомлены и слушают дураков. Извините, Марина, это 100% так. 100%. Это столько, Санта. Так, 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 так. Вот не могу, я не вижу. Очень хочется отправить запрос девочке одной, но у меня получилось. Хватит про этот вирус, давайте снимем тему. Ну, давайте, конечно, но дело в том, что это тоже важный аспект жизни. Всегда мы не можем жить вот в позитиве. Позитивное мышление, это прекрасно, конечно, но все равно с разумом нельзя расставаться. Разум должен работать и мы должны понимать, что мы будем дома сидеть. Это позитивно. Мы знаем, что есть коронавирус. Вот позитивно. Мы знаем, что он есть, с нами ничего не случится, потому-то, потому-то. И есть план. Я буду сидеть дома, очень редко буду выходить на улицу. Буду выходить на улицу для того, чтобы купить продукты. И иногда, если на улице никого нет, то свежим воздухом подышать и сразу домой. А вот. У нас перегнули палку. У нас реально перегнули палку. Это 100%. С собакой выйти. Только с собакой на 100 метров, это вообще что значит? А люди... Собаки лучше, что ли, чем люди? Людям тоже надо же разрешать как-то вот немножечко подышать свежим-то воздухом. Никто не придумал вырус? Я смотрела... Ой, давайте вот этого вот... Не надо это вот... Тавтология. Вот никто не придумал, а просто помирают. Люди просто так. Вы что, совсем что ли уже реально? Вы же тоже выходили раз в 7-10 дней. Я выходила, конечно. У меня заканчивались продукты. В 7-10 дней один раз я выходила, да. Покупала продукты, возвращалась домой и все, больше не выходила. Я с Израиля. Давайте пообщаемся. Давайте, бросьте, выкиньте мне запрос, я вас добавлю. Можно ведь заразиться при выходе из квартиры в лифте-подъезде. Но если там никого нету, как вы, откуда заразитесь? Ребята, человек заражает, а не просто лифт или подъезд? Кондратьев, молодец. Город из Ариэла. Все для людей. Ходите, ходите в окно. Есть окно, откройте. 5 часов дышать. Дай пропусков. Молодец. Но в город не попадает. Попадает. Так. Как вы думаете, когда в Москву пойдет на спад? На спад пойдет тогда, когда... Это зависит от разума людей, от осознанности людей. Зависит только от осознанности каждого из нас, каждого человека. А осознанных людей оказалось очень мало, на самом деле, если честно. А где ваши девочки, дети с татой? Я работаю в поликлинике Израиля. Солнышко, ну добавь меня, отправь мне вот ты самая, запрос. Я не знаю, как мне тебя добавить. Так. Так. Все, нашла. Ольга, добавить. Вот я тебя ожидаю, Оля. А потом я добавлю девочку вторую, которую... книги, которые корректировали. Подключение идет, но не подключается. вот, видишь, но не получается. Покрасила яйца, ну послушай, вас решила еще и натереть тенями. Натереть тенями. Супер. Спасибо за наводку. Ну и спасибо тем, которые мне сегодня сказали, потому что здесь нету такой культуры. У них нет пасхи, естественно, здесь нету красок. А вот, и я не знала уж как это самое сделать. И вот, мне написали тоже в эфире, сделайте, говорит, хайлайтером. А потом подумала, а вот почему? Думаю, лучше сделаю тенями. И очень даже красиво получилось. И мы так же выходим. И никто нас не ловит. Вот если едешь в метро или в транспорте, то надо электрон пропуск. приставить эфир с мариной не залейте. Так.